большой-большой такой огненный рубиновый до шалом всем вам братья и сестры всем смотрящим наш канал и не смотрящим потому что его шалом он наполняет каждого принимающего мира а кого-то не принимает еще он подводит постепенно более глубоком более глубокому покаянию пост продолжается я буду передавать вам сейчас открытое видение я прямо сейчас вижу нашу благословенную сестричку она сегодня полностью полностью все в желтом платье но я вижу что это платье полностью покрыта драгоценными камнями желтого желтого цвета и она мне говорит пойдем игорь она бери меня берет за руку я начинаю с ней стремительно перемещаться очень сильно стремительно она говорит мы войдем сейчас вне времени и я вижу как мы резко приземлились и я вижу большой ну как дворец мы прямо входим в него как влетаем и вижу очень большой зал и она говорит смотри это танцующая соломея я вижу совсем совсем молодую девушку и как она танцует посреди зала но я не вижу рядом больше никого она танцует лишь только одна и благословенная сестра мне говорит смотри и танец этой соломеи он очень сильно необычный я бы даже сказал что он какой-то пытается вызвать как какой-то ужас такой нагнетающий танец я вижу как она извивается как змея и вижу как в зал входит женщина взрослая женщина но я вижу что у этой женщины вместо человеческой головы голова змеи дома да и я слышу как эта женщина говорит танцующий соломея мама просил нашего господина тьмы у нашего князя тьмы проси головы пророков дома да ха да ха я вижу как соломея начало еще сильнее извиваться как змея я вижу даже что она как и как из ее уст вырывается шипение я слышу как она начинает молиться прямо в танце что-то схожее как мы молимся на языках но благословенная сестра посмотрела на меня и говорит игорь это то о чем многие слышали это языки из царства тьмы это языки из самого ада это подделка и к сожалению говорит неблагословенная сестра есть много людей которые верующие но они молятся не языками святого духа и я слышу как соломея молится еще сильнее и ее те языки которыми она молится да как она делать как какие-то провозглашения заклинания я так понимаю они очень сильно ужасные они наводят реально как не то что тоску а какой-то ужас и мы стоим в этом зале и благословенная сестра на как прямо прочитала мои мысли она мне говорит не тревожься и не сомневайся всегда помни что мы здесь под защитой отца дохода мы здесь а мы ты и в крови царя славы и шо и как только она мне сказала это я чувствую как даже что соломея продолжает молиться но он меня наполняет реальный но шалом которым я и был дама гаха и резко это видение пропала я сейчас вижу как мы стоим на большой такой поляне очень много травы очень сильно много даме ге хея но эта трава она необычная благословенная сестра мне говорит это рубиновая трава царстве отца мы еще пребываем с тобой на небе и я дам тебе сейчас истолкование на то видение которое ты сейчас видел вместе со мной танцующая соломея это ложные церкви россии женщина с головой змеи это не чистый дух и я завели это господствующий дух который сейчас овладел очень многими церквями из-за допуска которые они дали этому нечистому духу и этот дух поражает очень многих вводя в обольщение дамагаха это соломея это те церкви которые породила и из-за ель в россии драматике это те церкви которые многие и многие уже просят драматике они не делают это так чтобы понимали это многие но они просят головы пророков они не принимают пророчеств от бога они не принимают чистоты и истинности пророческого служения и за это они будут судимы если они не войдут в покаяние то покаяние которое тебе приносил праведник иаков говорит мне сестра чем дамрама доходы деки деха и самая печальная говорит неблагословенная сестра что это соломея она размножается в россии дамагады кирейх ложное пробуждение и можно продолжать дальнейшие характеристики ложных церквей это все нечистый дух соломеи барамады декаха и вот что я скажу чтобы ты передал это для народа то что я слышала находясь у престола славы отца дам деки 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 что пришло время многим и многим церквям россии конкретно в слезах и в трепете перед господином славы царем славы ешо отрекаться от нечистого духа соломеи там где они не принимали настоящих и истинных пророков и отвергали пророческое служение если они не сделают это поражение их не будет внезапным деки деки и в вечность многие из них войдут с позором а мы есть то что нам бывает приятно слышать а есть то что нас огорчает но вы знаете даже в этом последнем видение которое я вам сейчас передаю да которые записываю явлена на самая настоящая любовь нашего отца он не хочет ничьей ничего но не дни ничьей катастрофы ничьей погибели и опять он знаете под детский нам объясняет все в такой доступной простой легкой форме просто скажи прямо сейчас дорогой небесный отец во имя иисуса христа или как тебе удобно говори во имя ишова царя славы я отрекаюсь от нечистого духа соломеи если я давал этому нечистому духу допуск я отрекаюсь от нечистого духа я завели там где я пытался контролировать тех людей через которых ты говорил для меня или для моей церкви я каюсь и отрекаюсь от этого зла во имя иисуса христа пусть мою церковь войдет торжество твоей благодати я отрекаюсь когда я сам того не осознавая просил головы твоих пророков для нечистого князя тьмы прости меня дорогой небесный отец помилуй меня и сотвори в моей церкви чудеса твоего святого преображения дама хода чтобы произошел взрыв взрыв твоей славы взрыв твоего могущества просто пусть произойдет полный бабах на мобили геха в моей церкви в моей жизни и мы познаем тебя истинного и святого духа просто благослови нас амен молитесь но бог любит каждого из нас и он стучит вы можете не слушать меня то что я говорю я человек я я передаю то что мне говорит передавать святой дух я буду это делать когда он дает мне на это силу дерзновения мужество смелость я буду это делать бог хочет ну спасти спасти многих многих людей прислушайтесь к его зол прекратите людей делить в политике украина россия там и так далее америка там бог сейчас призывает прежде всего свой народ и он конкретно показывает на страны или страну там где призывают покаянию если он сейчас обращается конкретно к церквям россии значит есть эта проблема и он этим являет своей любовь и он хочет чтобы произошли изменения поверьте что я вам сейчас говорю то что реально говорит святой дух во мне внутри меня внутри моего духа моего сердца и внутри моего разума что господь не хочет то что сейчас происходит на моей земле на которой меня взрастил бог на благословенную украине он не хочет чтобы это происходило в других местах и сейчас исторические переломные моменты когда церковь может решить будет это происходить в земле или нет и вам это решать и вы несете уже за это ответственность потому что по его милости отца я уже высвободил это слово будьте благословен и во имя и шо царя славы она